Малайзия делает смелый шаг на мировой арене, стремясь укрепить свои позиции и влияние. Эта страна Юго-Восточной Азии выразила заинтересованность в присоединении к BRICS, что может изменить ее экономическое будущее. Этот мощный блок включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, представляя собой значительную силу на мировой арене. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сделал это заявление на недавнем Восточном экономическом форуме во Владивостоке, подчеркнув важность этого шага. Это решение сигнализирует о желании Малайзии пересмотреть свои экономические и геополитические альянсы, открывая новые возможности для торговли и сотрудничества. Оно также подчеркивает растущую привлекательность BRICS как противовеса институтам, возглавляемым Западом, что может изменить баланс сил. Этот потенциальный сдвиг имеет серьезные последствия как для Малайзии, так и для нынешних членов BRICS, создавая новые динамики и вызовы. Он также поднимает вопросы о будущем миропорядке и о том, как новые альянсы могут изменить глобальную политику. Увенчается ли успехом заявка Малайзии? Это остается вопросом времени и дипломатических усилий. Какие выгоды она надеется получить от присоединения к этой влиятельной группе? Экономические, политические и социальные аспекты играют важную роль. И как это повлияет на существующую динамику внутри BRICS и в более широком международном сообществе, время покажет, но изменения уже на горизонте. Премьер-министр Анвар Ибрагим озвучил свое видение будущего Малайзии на WEF, подчеркнув важность справедливой торговли и устойчивого развития. Он подчеркнул необходимость более справедливых торговых практик, которые могут помочь развивающимся странам укрепить свои экономики. И более справедливой глобальной экономической системы, где каждая страна имеет равные возможности для роста и процветания. Анвар рассматривает BRICS как платформу для продвижения этих целей, видя в этом блоке мощный инструмент для изменений. Он считает, что блок может расширить возможности развивающихся стран. Предоставляя им доступ к новым рынкам и технологиям. И бросить вызов доминированию традиционных западных держав, создавая более сбалансированную глобальную экономику. Позиция Анвара находит отклик у многих стран глобального юга, которые стремятся к более справедливому распределению ресурсов. Эти страны часто чувствуют себя маргинализированными существующим миропорядком и ищут пути для усиления своего влияния. Они стремятся получить большее право голоса в международных делах, чтобы их интересы были учтены на глобальной арене. И более равноправное экономическое партнерство, которое позволит им развиваться на равных условиях. Интерес малайзии к BRICS отражает эту растущую тенденцию, показывая стремление страны к активному участию в глобальных инициативах. Он позиционирует страну как потенциального лидера в движении за более справедливый и сбалансированный мир, где каждый голос имеет значение, и каждая страна может процветать. Интерес малайзии к BRICS обусловлен рядом факторов, которые делают это сотрудничество особенно привлекательным. Одним из ключевых аспектов является потенциал для расширения экономических возможностей, что может значительно повлиять на рост и развитие страны. Страны BRICS представляют значительную часть мировой экономики, охватывая различные секторы и индустрии. Они предлагают обширный рынок для малазийских товаров и услуг, что может способствовать увеличению экспорта и укреплению торговых связей. Членство в BRICS может открыть двери для новых торговых сделок и инвестиционных возможностей, что особенно важно для малазийских предпринимателей. Это особенно привлекательно в условиях неопределенности в мировой экономике, когда стабильные партнерства становятся ключевыми. Помимо экономики, Малайзия рассматривает членство в BRICS как способ повысить свой геополитический статус и влияние на международной арене. Блок предоставляет платформу для сотрудничества по вопросам, представляющим общий интерес, таких как устойчивое развитие и инновации. К ним относятся изменения климата, безопасность и глобальное управление, что требует совместных усилий и координации. Присоединившись к BRICS, Малайзия может усилить свой голос на международной арене, участвуя в ключевых дискуссиях и переговорах. Она также может выстраивать более прочные связи с ключевыми развивающимися державами, что способствует укреплению международного сотрудничества и взаимопонимания. Интерес Малайзии к BRICS отражает аналогичные устремления, высказанные Турцией. Обе страны стремятся диверсифицировать свои внешнеполитические возможности. Они стремятся уменьшить свою зависимость от традиционных западных партнеров. Однако их подходы различаются в некоторых ключевых аспектах. Турция более откровенно критиковала политику Запада. Она также проводит более напористую внешнюю политику в своем регионе. Малайзия, с другой стороны, избрала более взвешенный подход. Она стремится поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с развивающимися странами. Этот прагматичный подход отражает историю неприсоединения Малайзии и ее ориентацию на экономическую дипломатию. Хотя обе страны рассматривают BRICS как потенциальный путь для продвижения своих интересов, их стратегии и приоритеты различаются. Ориентирование в ландшафте BRICS, проблемы и возможности. Путь Малайзии к членству в BRICS не лишен трудностей. В настоящее время Блок переживает период внутренних дебатов по поводу расширения. Некоторые члены не хотят принимать новых членов. Они опасаются, что это может размыть идентичность группы и осложнить процессы принятия решений. Несмотря на эти трудности, заявка Малайзии открывает перед BRICS новые возможности. Добавление такой динамичной и стратегически расположенной страны, как Малайзия, усилит экономическое и геополитическое влияние Блока. Это также продемонстрировало бы приверженность BRICS инклюзивности и ее привлекательность для более широкого круга стран. Расширение на горизонте мнения экспертов о будущем BRICS. Эксперты расходятся во мнениях относительно вероятности и сроков расширения BRICS. Некоторые считают, что Блок готов принять новых членов. В качестве доказательства растущей привлекательности BRICS, они указывают на растущий интерес со стороны таких стран, как Малайзия, Турция и Индонезия. Другие предостерегают от поспешного расширения. Они утверждают, что BRICS необходимо консолидировать свои внутренние механизмы, прежде чем принимать новых членов. Несмотря на эти разные точки зрения, существует общее мнение, что BRICS находится на распутье. Решения, которые он примет в ближайшие годы, окажут существенное влияние на траекторию его развития и его роль в меняющемся миропорядке. Сила Блока – растущее влияние BRICS. Интерес со стороны Малайзии и других стран подчеркивает растущее влияние BRICS. Блок стал важной силой в мировой экономике. Он предлагает альтернативную платформу для международного сотрудничества. Это особенно привлекательно для стран, которые чувствуют себя маргинализированными, существующим миропорядком, возглавляемым Западом. Растущий экономический вес BRICS и его ориентация на сотрудничество юг-юг ставят под сомнение традиционное доминирование «большой семерки». Способность Блока выступать единым фронтом по ключевым глобальным вопросам еще больше усиливает его влияние. Потенциальное вступление Малайзии в BRICS особенно примечательно ввиду ее уникального геополитического положения. Расположенная на перекрестке Востока и Запада, Малайзия исторически играла роль связующего звена между различными культурами и регионами. Ее членство в BRICS могло бы еще больше укрепить эту роль. Она могла бы действовать как канал связи между блоком и другими странами Юго-Восточной Азии. Это способствовало бы большей экономической и политической интеграции в регионе. Интерес Малайзии к BRICS является частью более широкой тенденции расширения сотрудничества между развивающимися странами. Глобальный юг становится все более настойчивым в требовании большего участия в мировых делах. Он стремится изменить международный порядок, чтобы он лучше отражал его интересы и приоритеты. BRICS с его ориентацией на сотрудничество Юг-Юг и его вызовом гегемонии Запада стал естественной платформой для этих устремлений. Потенциальное расширение блока может еще больше ускорить эту тенденцию. Это может привести к формированию более многополярного миропорядка. Хотя Малайзия выразила большую заинтересованность в присоединении к BRICS, окончательное решение остается за нынешними членами. Блок пока официально не объявлял о каких-либо планах по расширению. Предстоящий саммит BRICS в Южной Африке, вероятно, даст дополнительные сведения о позиции блока по этому вопросу. За заявкой Малайзии стоит конкуренция со стороны других стран, стремящихся стать членами. Процесс отбора и критерии членства остаются неясными. Это усиливает неопределенность в отношении перспектив Малайзии. Потенциальное вступление Малайзии в BRICS представляет собой знаковое событие в меняющемся глобальном ландшафте. Оно отражает смещение баланса сил и растущее стремление развивающихся стран к более справедливому и многополярному миропорядку. Независимо от того, увенчается ли заявка Малайзии успехом в ближайшей перспективе, ее интерес к BRICS сигнализирует о более широкой тенденции к перестройке и появлению новых центров силы. Мир внимательно следит за тем, как BRICS проходит этот поворотный момент и роль Малайзии в этой разворачивающейся истории еще предстоит написать.